Новости продолжают эфир. Канала Хабар 24. В студии работают Хасан Исраилов и Вера Захарчук. Здравствуйте. Казахстанские ветераны активно участвуют в реализации реформ, инициированной главой государства. О том, как работало Республиканское общественное объединение Организация ветеранов, в прошлом году президент удоложил его председатель Бахтахужа из Мухамбетов. Он высказал ряд предложений, касающихся перспектив социально-экономического развития страны. Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе проходит в Алматы. В нем принимают участие главы правительств стран Евразийского экономического союза. Они обсудят вопросы регулирования алкогольного рынка ЕАЭС, подготовку проекта международного договора о формировании общего рынка газа, а также деятельности региональных институтов развития союза. Глава Кабмина Алихан Смаилов выразил уверенность, что принятые решения придадут новый импульс дальнейшему развитию интеграционного объединения стран. Перспективы казахстанско-германского сотрудничества обсудили в Гамбурге. Там прошел день экономики Казахстана. Участниками встречи стали не только потенциальные инвесторы, но и бизнесмены, уже работающие в нашей стране. Организовало круглый стол посольства Казахстана ФРГ совместно с торговой палатой Гамбурга. В каких сферах стороны хотят наращивать партнерство, знает Шолпанна Иманбаева. Торговая палата Гамбурга – одна из старейших Германии. Ее основали более 350 лет назад. Сегодня в нее входят 170 тысяч компаний. Это как региональные фирмы, так и крупные интернациональные концерны. Немецкий бизнес активно интересуется Казахстаном. Поэтому именно здесь, в Гамбурге, презентовали инвестиционные возможности нашей страны. В пленарном зале торговой палаты Гамбурга нет свободных мест. Предприниматели, главы крупных компаний и инвесторы пришли узнать больше о Казахстане и возможностях, которые созданы для иностранных бизнесменов. Наша делегация рассказала не только о преференциях, но и представила потенциал страны в логистике, энергетике, а также промышленности. Эти отрасли выбраны неспроста. Гамбург – экономический локомотив Северной Германии и третий по величине порт в Европе. Регион особенно известен своей авиационной, судостроительной и нефтяной промышленностью. Ключевыми также являются логистика и перевозки. Эти сферы в нашем сотрудничестве представляют взаимный интерес. Нам отлично презентовали Казахстан. Это было важно, особенно сейчас, в наше время, когда многие немецкие предприниматели из-за новой геополитической реальности сфокусировались на Центральной Азии. Ваша страна играет очень важную роль. Есть очень большой потенциал, особенно логистически. И не только транзитные пути между Китаем и Европой, но и сам Казахстан, внутренний рынок, представляет интерес для бизнеса. Рассказали участникам также о льготах и преференциях в рамках Международного финансового центра Астана и специальных экономических зонах. А на панельной дискуссии одной из главных тем стала альтернативная энергия. По мнению международных экспертов, наша страна может войти в десятку крупнейших экспортеров водорода. Проекты по получению чистой энергии привлекают особое внимание немцев. Гамбургские компании заинтересованы сотрудничать не только в возобновляемой энергетике и логистике, но и в сырьевом секторе. Форум был очень интересный. Мы узнали об инвестиционном климате, какие условия создает государство, чтобы привлечь иностранные инвестиции. Также было интересно узнать, какими ресурсами обладает Казахстан, особенно в энергетическом секторе. Можно сказать, что я сегодня осознал, насколько большой потенциал у Казахстана. Мы логистическая и транспортная компания, занимаемся и контейнерными перевозками. Мы уже получили разрешение на работу в Казахстане и будем участвовать в транспортировке тяжелых грузов. Немецкая компания проявляет интерес практически во всех сейчас направлениях, но приоритетно чувствуется, что первое – это логистика, второе – это, конечно, то сырье. Германия заинтересована в получении редкосемельных металлов, редкого металла, но мы показали, какие у нас добываются на текущий момент, то есть где можно поработать совместно, показали, какие есть потенциалы дальнейшего развития. Второе, конечно, это базовое сырье, так называемое, это железо, это алюминий, медь. То есть медь, она очень востребована в мире и считается, что будет металлом будущего. По итогам 11 месяцев прошлого года товарооборот между Казахстаном и Гамбургом увеличился на 73% по сравнению с аналогичным периодом 2021 и составил порядка 250 миллионов евро. По данным торговой палаты, 160 гамбургских компаний сегодня активно сотрудничают с Казахстаном. Шулпанна Иманбаева, Милослав Лавиновский, Хабар-24, Германия. Об индустрии цифрового майнинга в Казахстане говорили сегодня на международном пятом форуме Digital Almaty. Эксперты рассказали участникам об инструментах для борьбы с нелегальным майнингом. Пока это законопроект о цифровых активах. Напомним, что майнинг зашел на казахстанский рынок в 2017 году. Основным стимулом стал профицит дешевой электроэнергии. Развитию этого вида бизнеса способствовало наличие свободной территории, холодный климат и дешевая рабочая сила. Запрет на майнинговые фермы в соседнем Китае привел к массовой миграции майнеров в Казахстан. В итоге появилось много нелегальных центров. Этот бизнес получил название серый майнинг. Подключались они беспорядочно. Они приводили зачастую к авариям в сетях энергоснабжения. И вот с этим явлением необходимо было бороться. Но до этого у нашего государства не было как таковых инструментов борьбы с серыми майнингами. Как таковой прибыли они не получают. Потому что цифровые активы как-то не получают. А как их перевести в деньги был непонятен механизм. Помимо этого вводится лицензирование цифрового майнинга, которое даст возможность вот этих нелегальных бизнесменов привлекать по всем статьям, которые касаются незаконного предпринимательства. Стадион «Долгострой Металлург» в Шемкенте введут в эксплуатацию в июне. О новых строках окончания строительства сообщили в городском управлении. Напомню, в 2020 году там началась реконструкция. Потом подрядчик остановил технику, ссылаясь на удорожание стройматериалов. Активные горожане, заметив затишье, тут же обратились в антикоррупционную службу. Как сейчас выглядит легендарный стадион, увидела Катерина Попкова. Это стадион в Шемкенте с полувековой историей. Здесь бурлила не только спортивная жизнь, но и культурная. И сейчас пишется очередная страница «Металлурга». В 2020 году объект попал под реконструкцию. Стадион был в плачевном состоянии. Старые конструкции, трибуны пришли в упадок. Многие объекты стали аварийными. Местные власти задумались о возрождении легенды. Сюда приехала техника, чтобы превратить его в современную спортивную арену. А потом работу неожиданно остановили. Были удорожания материалов. Поэтому там месяцев пять задержка была у нас. Ну где-то процентное соотношение 30% вот так подорожание было. Объект попал в список долгостроев. Активные горожане, заметив затишье, стали писать письма в антикоррупционную службу. Обращались неоднократно жители региона. Обращались общественные объединения. С учетом новых требований агентства. Разработаны карты коррупционных рисков. В настоящее время мы дистанционно осуществляем контроль. Без мешательства деятельности малого и среднего бизнеса. Мы видим, что стройка идет. Теперь все работы проходят по спортивному быстро. Ожидается, что реконструкция завершится в этом году, в июне. Но уже можно увидеть, как будет выглядеть стадион. И ставку делают не только на футбол. Здесь будут заниматься 11 видами спорта. Трибуны на полторы тысячи мест, административно-бытовой корпус, спортзалы для командных игр и первый в Шемкенте дом спортсменов. Но чтобы объект закончили, он стал дороже на 800 миллионов тенге. Стоимость объекта 3 миллиарда 800 миллионов. На сегодняшний день освоено 3,5 миллиарда тенге. В этом объекте была корректировка. Почти полгода стояла из-за этого корректировки. Также были судебные разбирательства из-за конкурса госзакупок. Одна из компаний не согласилась с результатом. Горожане надеются, что в дальнейшем вокруг стадиона будут накаляться только спортивные страсти. И летом здесь вновь забурлит жизнь. Катерина Попкова, Самат Нагашбекулы, Нурмахамбек Муратов, Шемкент, Хабар, 24. Дорогу бизнесу. Под таким названием антикоррупционная служба запускает проект по защите предпринимателей. О его реализации глава антикора. Лжас Бектинов расскажет в прямом эфире в программе «Экономика» с Алишером Кужасбаевым сразу после этого выпуска новостей. Так что не пропустите. В Туркестанской области организовали республиканский оперативный штаб. Для ликвидации затоплений населенных пунктов в регион вылетит глава МЧС Юрий Ильин. В результате сильного дождя подтопленными там оказались 186 дворов частных домов в селах Сауранского, Байдебекского, Уртбасинского районов. В селе Бабай-Курган эвакуировали 80 человек. 200 голов скота переместили в безопасное место. Всего на откачку и сброс воды привлекли больше 300 человек, 50 единиц техники. Для временного размещения населения подготовили 4 эвакуационных пункта. Поднятие уровня воды зафиксировано в воросительных каналах Найман и Куртай. Сейчас вода сбрасывается в реку Арысь. Жертв и пострадавших нет. Совместно с сельчанами работают над перекрытием воды в селе Карнаки полицейские. Для безопасности людей они будут дежурить круглосуточно. Аким области взял ситуацию под личный контроль. Угрозы сейчас нету, но потоп воды с горных районов Каратов продолжается. По области сейчас дождь не ожидается, прекратилось. Всего на откачку и сбросу воды задействовано 308 человек, 51 единиц техники, 25 мотопомп и 1 плавсредство. Режим повышенной готовности к паводкам объявили в Восточном Казахстане. Риски весеннего половодия сохраняются в 70 населенных пунктах региона. Сегодня спасатели расчехляют мотопомпы и плавсредства. Первоочередная задача экстренных служб свести к минимуму все сезонные риски. В частности, в прибрежные районы области завезено больше тысячи тонн инертных материалов для берегоукреплений. Свыше 260 миллионов тенге выделено на проведение взрывных работ. В пригородах Усть-Каменогорска продолжается расчистка водопропускных каналов, мостов и гидросооружений. В порядок приводят и десятки километров форычных систем. В Акиматах районов и городов организовано дежурство. За водоемами ведется ежедневный мониторинг. На данный момент местными исполнительными органами вывезено более 160 тысяч кубических метров снега. На период паводки для оперативного реагирования в области наготове группировка сил и средств в количестве 1719 человек личного состава. 78% автомобильных дорог в Актюбинской области планируют довести до хорошего состояния в этом году. На эти цели по предварительным подсчетам потратят более 40 миллиардов тенге. Среднему и капитальному ремонту в регионе подлежат 770 километров дорожного полотна. Запланирована реализация 160 проектов. Сейчас ведутся работы по заготовке строительных материалов. Стартовали конкурсные процедуры для определения подрядных организаций. На сегодняшний день разрабатывается техническая документация на средний ремонт Хандагаш-Шалкар и Оргаз. Разрабатывается проектно-сметная документация на автомобильную дорогу Актюбе-Храмтау-Харабутах-Улгайсан. Также по областным дорогам будут проведены работы общей протяженностью 161 километр. Из крупных проектов следует отметить строительство западного обхода, ремонт автодороги Шалкар-Базой. Сохраните жизнь и исключите инвалидность миллионов людей после инсульта намерен павлодарский стартапер. Дужан Жусупов создал искусственный интеллект «Церебра». Платформа распознает ишемический и геморрагический инсульт. В первом случае точность достигается 85%, а во втором – 95%. Около 50 клиник страны уже применяют разработку и подтверждают ее эффективность. Санья Кобжасарова узнавала подробности. Борьбу с инсультами Дужана привела личная история. В 2018 он объединил лучших клиницистов и нейрорадиологов. Спустя год появилась «Церебра». В Казахстане разработка сертифицирована. Искусственный интеллект за 4 минуты распознает инсульт и выдает высокоточную картину состояния головного мозга. Как вблизи, так и дистанционно. В обычной практике на это у врачей уходит несколько часов. В регионах может доходить до суток. Специалисты признают – снимки КТ для инсульта – поле для игр в прятки. А каждая минута отнимает шансы у пациента. Есть полная клиническая картина, что у человека что-то не то. Делают КТ, КТ чистый. И в этой ситуации наш продукт именно помогает. Мы помогаем увидеть маленькие изменения, которые в мозге происходят в первые часы. Показать, на что обратить внимание. И врачи на основе этой информации могут уже тактику лечения. Когда они начинают реально действовать, мы видим, что больше пациентов спасают. Больше пациентов выходят с минимальными потерями своего функционала. То есть инвалидности практически нет. Эффект бабочки. Так охарактеризовали отечественные нейрохирурги разработку Павлодарца. Небольшой стартап с глобальной миссией и высокой результативностью. Ежегодно 40 тысяч казахстанцев переносят инсульт. Большинство из них умирают в течение года. Другие становятся инвалидами. Причем их число в два раза больше, чем средняя цифра по миру. Церебра ломает эту статистику. Церебра является требованием сегодняшнего дня. Без церебры дальше идти в лечение инсульта невозможно. То есть оно не только позволяет точно поставить диагноз, но дополнительно врачи на основе церебры обучаются. Это неврологи, у которых есть какие-то пробелы в компьютерной диагностике. В плане лечения оно позволяет нам расширить показания для вмешательства. Есть показатели по 7-й городской больнице города Алматы, Актюбинской больнице скорой медицинской помощи. Там активность врачей в лечении инсульта возросла примерно в 50%. И выявляемость инсульта возросла в более чем полу раза. Спрос на Церебру за границей большой. Саудовская Аравия предложила дистрибьюторство. Узбекистан готов запустить лабораторию искусственного интеллекта. В США заработает представительство по приземлению стартапов. Аналогов в мире шесть, но стоимость их применения очень высокая. В Казахстане разработка Душана работает пока бесплатно. И не во всех центрах. Технология создана, но насколько она работает, в условиях реальной клинической практики мы можем увидеть только применяя ее. Данные эти уже накоплены определенные. И сейчас министерство проводит анализ этих данных, для того, чтобы в дальнейшем, если действительно эффективность этой технологии подтвердится, внедрить ее в наши стандарты лечения и, соответственно, механизмы оплаты при диагностике соответствующего заболевания у пациента с инсультом. Это стандартная в международной практике процедура. Церебра видит и черепно-мозговые травмы. Команда Душана работает над расширением ее функций. К слову, на днях казахстанский стартап вышел в финал международного конкурса. Он пройдет в Дании в марте этого года. В случае победы Душан заявит о себе миру, как разработчик лучшего инновационного предложения в медицине. Саня Кубжасарова, Амурат Арипханов, Растанбек Успанов, Хабар, 24. Меморандума о взаимном сотрудничестве подписали Казахстанский фонд «Отандастар» и Общественный фонд Узбекистана «Ватан Душлар». Он направлен на дальнейшее развитие культуры и традиций двух народов. Руководители фондов уверены, реализация совместных проектов укрепит отношения братских стран. Отмечу, сейчас в Казахстане проживают 600 тысяч этнических узбеков. Сегодня знаменательный день, потому что мы подписали между фондами меморандум взаимопонимание, которое будет способствовать работе соотечественниками, в том числе, которые проживают за рубежом. Мы прекрасно понимаем, что на сегодняшний день именно казахи проживают за рубежом, узбеки тоже проживают за рубежом. И именно они стараются соблюдать те обычаи и богатую культуру, которые непосредственно являются основными задачами обеих фондов. Ровно 110 лет назад вышел в свет первый номер легендарной газеты «Казах». В Алматы этой дате посвятили научную конференцию. Основали газету Ахмед Байтурсынов, Маржакуб Дулатов и Алихан Букиханов. Она выпускалась с 1913 по 1918 годы. В качестве символа они использовали изображение юрты, на дверях которой было написано «Казах». За это время было выпущено 265 номеров. Авторы статей рассказывали о социально-политической жизни казахского народа, поднимали вопросы просвещения и внедрения в дело производства казахского языка. Однако писали авторы под псевдонимами. Современные исследователи выявили около 4000 вымышленных имен. Они сейчас в процессе идентификации. Газеты создают нацию. Народ образует. И я имею в виду настоящий сильный газет. Сильных вот таких изданий, как газета «Казах». Дело в том, что он именно поднимал фундаментальные и концептуальные проблемы своей эпохи. И он не только поднял, он сделал все, чтобы его довести до завершающей такой логики. В вузах Казахстана, особенно в Казахском национальном университете Аль-Параби, есть спецкурсы, посвященные газете «Казах». Есть спецкурсы. Мало того, читается определенная программа магистратуре и доктор Анкури, поскольку есть люди, которые продолжают исследование этой газеты. Это неиссякаемая тема, потому что выходила, по сути дела, вне пределов современного Казахстана. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok